В этом году стачка бьет все рекорды. Еще несколько часов и Ленинский мемориал просто будет переполнен людьми. 5000 участников, десятки спикеров и обучающих программ, которые ориентированы на будущее в области информационных технологий. В этом году стачка другая и качественная и количественная. То, что касается качества, то есть в этом году стачка сориентировалась на решение вопросов будущего. То есть здесь не только доклады традиционные, которые несут знания, опыт, что собственно тоже бесценно, но и обсуждение будущего, обсуждение того, что ждет нас за горизонтом. Для IT-сферы это очень важно, потому что IT и само трансформирует все сферы жизнедеятельности, меняется очень быстро. Организаторы IT-конференции делают ставки не только на будущую отрасль, но и на подготовку кадров. Как заявляют эксперты организации цифровая экономика, в 2024 году количество мест в российских вузах на IT-специальности увеличится до 120 тысяч. Это в 7 раз больше, чем 2 года назад. В программе цифровая экономика значимость кадровых вопросов очень большая. Почему? Потому что информационные технологии, это в отличие от нефтяной индустрии, там вот нефть нужна, нефтепроводы, да. А компьютерная программа, я люблю говорить, состоит из нуля единицы, их запас в природе не ограничен. Поэтому одна IT-компания от другой, она чем отличается? Каких сотрудников набрал, как организовал их работу? По мнению Нуралиева, для поиска кадров важно найти контакт с образовательной системой. Причем о том, что информационная технология, современная, интересная и перспективная отрасль, нужно рассказывать уже со школьной скамьи. На примере тех же современных продуктов интернет-технологии. Этим активно занимаются, к примеру, разработчики Яндекс.Учебника. Онлайн-сервисы для учителей начальной школы, цифровой задачник, где собрано свыше 12 тысяч заданий по математике и русскому языку, помогают педагогу выстраивать индивидуальные траектории обучения внутри одного класса, плюс экономить время на проверку заданий и подготовки к урокам. По системе, разработанной в 2017 году, сегодня работают в 24 регионах страны, включая Ульяновскую область. Яндекс.Учебник позволяет отработать навыки. То есть он не заменяет ни учителя, не заменяет традиционный учебник и методику преподавания в начальной школе. Все задания в Яндекс.Учебнике разрабатываются экспертами, авторами и методистами с привлечением ученых, ведущих университетов России. Стачка – это не только про новые тренды и актуальные вопросы отрасли. Форум позволяет обратить внимание на IT как на бизнес, который готов взаимодействовать с ластью. Именно поэтому торжественная церемония открытия конференции началась с передачи манифеста, подписанного руководителями крупнейших IT-компаний о социальной ответственности и честной игре по отношению к государству. В свою очередь, правительство идет навстречу, в частности, предлевая до 2030 года действия закона о налоговых льготах. Мы приняли решение, что мы снижаем ставку упрощенной системы налогового вложения с 6% до 1%. В течение предыдущих трех лет компании пользовались этой льготой, и они доказали свою эффективность. Мы сегодня рассмотрели на правительство проект закона, который позволяет продлить данную меру государственной поддержки. Надеюсь, депутаты нас поддержат в этом начинании. В этом году впервые весь третий этаж специально для стачки переоборудовали под зону нетворкинга. Здесь все условия, чтобы завязать контакт в перерывах между докладами со спикерами лично в неформальной обстановке. Впервые за 8 лет форум вышел за пределы Ленинского мемориала. Одна из образовательных площадок работает еще и в Педагогическом университете. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.